Десна ТВ Десна ТВ Новогодние праздники – это пора повышенной тревожности за своих отпрысков. Сегодня узнаем топ-5 заморочек, которые мешают мамам расслабиться в празднике. Итак, первый повод попереживать – это режим дня своих чад. Мамы думают, что ребенок привыкнет ложиться поздно, и он на всю жизнь останется с собой. Но на каникулах, как правило, режим сбивается у всей семьи. Если маме и папе не нужно вставать на работу, а малышу в садик или в школу, почему бы просто не расслабиться и не пожить недельку по сдвинувшемуся графику? Ведь если вам удобно сейчас вставать позже, значит ребенок подстроится под родителей и будет чувствовать себя прекрасно. А в рабочий ритм вы можете плавно войти за 2-3 дня до окончания праздников. Ребенок за каникулы отупеет. Этот недуг поражает чаще всего мам школьников, но иногда встречается и у родителей малышей. Они думают, что каникулы созданы для того, чтобы повторять то, что ребенок до этого проходил полгода на уроках. Нет, нет и нет. Постойте, у детей сейчас такие большие учебные нагрузки, что им важно на каникулах заниматься ничего не деланием – гулять, играть и фантазировать. Для человека, к слову, любого возраста жизненно необходимо освобождать мозг от мысли и бесконечного напряжения. Ребенок днями сидит дома, и ему нужен свежий воздух. Свежий воздух, о котором складывали легенды наши бабушки, действительно полезен для здоровья. Но еще полезнее, когда мама довольна. Если ваше представление о зимнем счастье заключается в том, чтобы сидеть дома, печь печенье и смотреть телевизор, а не гулять по вьюге и морозу – прекрасно. Ведь люди разные, и не каждый может выдерживать несколько часов на улице, даже ради блага своего ребенка. Это нормально. Не забываем и о телевизионной зависимости. Вы весь год боролись с ребенком за время у телевизора, а теперь сдались. Последние силы оставили вас с боем курантов. Ничего страшного. Новогодние праздники по телевизору обычно показывают советские и зарубежные картины из Золотого фонда кинематографа. Король, Лев, Белоснежка, Золушка и другие мультфильмы не только помогут скоротать новогодние рождественские вечера, но и расскажут, что такое любовь, долг, преданность и дружба. После новогодних утренников и представлений ребенок приносит в дом не только хорошее настроение, но и полные сундуки сладостей. Масло в огонь подливают пожилые родственники, которые приезжают побаловать внучков, пряникам и не только. Угощения текут по квартире рекой, а рот ребенка изо дня в день чернеет от шоколадных конфет и карамелек. Для некоторых родителей все это картина из страшного сна, ведь они понимают, что бесконтрольное поедание конфет может рано или поздно привести их детей в стоматологический кабинет. Из этой ситуации есть два выхода. Действительно ограничить сладкое, заранее предупредив об этом всех родственников, или следить за тем, чтобы малыш чистил зубы хотя бы три раза в день. Можно пойти и на хитрость, и легализовать право малыша на конфеты. В конце концов, питаться одним только сладким невозможно. Вот увидите, что через несколько дней ребенок сам попросит вас приготовить его любимые макароны с котлетой. И напоследок важнейшая рекомендация для всех членов семьи. Во время праздничных дней воздержитесь от выяснения отношений, взаимной критики и упреков. Посмотрите любящими глазами на ваших близких. Постарайтесь увидеть в них то, за что вы их любите, уважаете и почему именно с ними хотите быть рядом. Помните, что хорошее настроение, спокойные и радостные отношения помогут вам справиться со всеми невзгодами на протяжении всего года. Будем рады составить вам компанию завтра. До скорого! До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok